Антропология Цели, предназначения и так далее. То есть, когда мы говорим об учении о человеке, то этим самым мы попытаемся как-то осмыслить по существу один вопрос – кто есть человек? И вот этот вопрос, несмотря на кажущуюся его, ну, некоторую даже наивность, поскольку мы видим человека, знаем даже себя, знаем других, постоянно общаемся, тем не менее, этот вопрос оказывается настолько сложным, что даже трудно себе представить. По крайней мере, то многообразие точек зрения и тех учений, которые мы находим, свидетельствует прямо об этом. Кем только человека не мыслят, кем только его не понимают. Вот сегодня вначале я хочу вам представить несколько точек зрения и с небольшим, может быть, анализом, с тем, чтобы мы могли с вами попытаться, именно попытаться, потому что я не претендую на что-то большее, попытаться выразить христианское и даже именно православное видение человека. Вопрос этот, сами понимаете, представляет для нас исключительную значимость. Не зная себя, не зная, кто такой человек, что мы можем говорить о других каких-то вещах и проблемах, которые окружают нас. Так вот, кто такой человек? Я попытаюсь вам представить несколько точек зрения, которые покажут вам, насколько мы, люди, шарахаемся при обращении к этому вопросу. Я вам перечислю, только некоторые просто перечислю, другие прокомментирую. Вот сейчас, например, сейчас, как смотрят на человека вне христианского учения, вне христианской традиции. Человек – это часть природы, часть космоса, это всё понятно. Кто же он есть? Как эта часть? Он есть биологическая частица окружающего живого мира, или Homo sapiens. Он есть машина, если взять с точки зрения инженерного подхода к человеку. Действительно движущаяся и работающая машина. Он есть формула. Пожалуй, так точнее всего определили бы человека математики. И в этом есть огромный смысл. Потому что то потрясающее устройство человеческого, даже взять организма, который поражает своей гармонией, гармонией, если хотите, красотой, невольно вызывает идеи о том, что человек представляет из себя какую-то сложнейшую, но в то же время изумительную формулу, дающую ответ на очень многие вопросы. Как социальное существо, человек, естественно, может рассматриваться в каком плане? Он индивид. Некий индивид. И само общество есть совокупность этих индивидов. С точки зрения психологии, человек есть личность. Правда, что такое личность? Здесь опять море всевозможных определений. Наконец, последнее, о чём мы с вами и будем говорить, и более всего будем заниматься человеком – это и есть образ Божий. Но я бы хотел несколько сконцентрировать вот эти все определения в некоторых направлениях, которые наиболее чётко просматриваются и могут быть наиболее чётко выражены в современном осмыслении человека. Ну, я говорю, насчёт современного не подумайте, что речь идёт о XXI веке. Речь идёт о той современности цивилизации, в которой мы живём. Первое, что обращает на себя внимание и что по существу внушалось уже несколько столетий в сознание воспитуемых и получающих образование людей, что человек – это обезьяна. Надеюсь, что вам это очень хорошо знакомо. Человек – это, в конечном счёте, обезьяна. Правда, у неё компьютер в голове, но это вопрос другой. Главное, что это чувственное, эгоистическое, стремящееся всеми средствами приспособиться к окружающей жизни обезьяна. Она несёт в себе, это обезьяна, ставшая человеком, наследие всех своих предшествующих животных предков. Просто у неё возник ещё этот компьютер каким-то образом. Неважно, как он возник. Это, конечно, проблемы. Это сознаётся. Сознаётся. Сознаётся в том, что не могут её решить. Но главное, по своему существу человек – это всё-таки животное, обезьяна. И ничего большего. Всё, проистекающее отсюда, все формы его жизни, его деятельности, его существования, они обусловлены этим и только этим. Я вам скажу, что это очень серьёзная заявка в воззрении на человека, которое приводит, приводило и будет приводить к самым отрицательным последствиям в жизни человеческого общества. Я же, помню, вам приводил как-то очень интересное высказывание. Интересно, сейчас поймёте, в каком плане. Высказывание миллиардера Рокфеллера, который, выступая в воскресной школе, помните, что сказал? «Американскую розу во всём её великолепии и благоухании можно вырастить, только беспощадно обрезая слабые ростки, все слабые ростки вокруг неё». И это закон природы и закон Божий. В данном случае, видимо, закон природы и закон Божий у него почти, почти отождествляется. По крайней мере, каков этот закон? Мы видим, жестокие. Закон животного мира борьбы за существование. Сильный в конце года побеждает слабо. Посмотрите, как бьются там олени, например, там лоси. Иногда находят же, знаете, почти слепшие трупы, когда они рогами сцепились, и уже так и не могли разойтись. Сильный удар, и так и не могли. Так и пали, и так умерли здесь. Идёт постоянная борьба за существование в этом природном мире. И он обозначил вот эту вот крайнюю, я бы сказал, ужасную точку зрения. Её бы можно было назвать животно-сатанинской, в зависимости от того, на что больше будет сделан акцент. Уничтожение всего слабого. Если не уничтожение, то подчинение. Подчинение, при котором всё слабое должно работать на сильного. Вот закон. Вы, наверное, сейчас многое видите, смотрите, читаете, слышите, и можете убедиться, что эта точка зрения внушается сейчас с огромной силой очень многими средствами массовой информации. Какая-то основная даже идея сейчас жизни мировой заключает в себе именно эту мысль. Посмотрите, что делает сильное государство. Возьмите эту Америку. Она именно всё готова раздавить и уничтожить, и обрезать всё слабое вокруг себя. Подчинить себе. Привести в состояние рабства. Полууничтожение или уничтожение. То есть, вы видите, кажется, это абстрактная идея. Но мало ли там в учебниках написано, человек произошёл от обезьяны. Ну, что, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. На самом деле, на самом-то деле, эта идея, оказывается, имеет глубоко жизненное значение со всеми её катастрофическими последствиями. Потому что, если мы, хотя несколько, поверим в закон действительно Божий, то знаем, что поднявший меч мечом погибнет. То, что свойственно природе животной, неразумной или бессловесной, как говорят святые отцы, то никак не должно подчинить себе человека, который вполне способен осознать это, который имеет голос совести, который несёт себе задатки божественной, если хотите, жизни. Вот эта первая точка зрения, она очень, очень настойчиво пробивается в сознании всех людей и её всё с большей силой внедряют в сознание, в сознание подрастающего поколения, да и не только. Вторая точка зрения, точка зрения, которая мало кем принимается, которая была высказана некоторыми мыслителями, я бы сказал так, идеалистически настроенными, но которая, тем не менее, имеет место в истории, и иногда мы можем всё-таки её встретить, она, эта точка зрения, утверждает, что человек по своей природе ангел чист, свят, непорочен. Эта точка зрения тоже находит себе основание в нашей жизни. Когда мы посмотрим на детей, то увидим, на ребёнка нельзя смотреть без улыбки. Он всегда вызывает что-то такое, что-то такое настолько радостное, настолько приятное, что действительно смотрит, как на ангелоподобное существо. Злодеи даже, лица злодеев, и те смягчаются, когда смотрят на дитя. В этом есть. Действительно, ребёнок действительно из себя представляет картину буквально ангела. Но видите ли, в чём дело? Что у этого ангелочка-то мы видим очень скоро, как только он начинает подрастать, и черты дьяволочка. Вот ведь дела-то какие! Откуда это берётся? Это же главнейший вопрос, на который данная точка зрения отвечает очень наивно. Отвечает каким образом? Социальная, то есть общественная, среда, окружающая ребёнка, она насаждает ему эти тернии. Но весь-то вопрос, а как же могла такая среда-то возникнуть, если все рождаются ангелами, и, следовательно, по природе своей является и является ими? Откуда они возникли, если они не коренятся в его природе? Кстати, скажу вам, что ответ на этот вопрос данная точка зрения не даёт. Она не находит. Потому что совершенно очевидно, что сама социальная среда, атмосфера общественной жизни порождена чем или кем? Вот этими же людьми, которые по природе ангелы. Ну, как же это может быть, что сладкая вода вдруг, по неизвестно какой причине, вдруг стала горькой и стала заражать этой горечью других? Одним словом, эта точка зрения, хотя и есть, но она достаточно наивна, идеалистична, и действительно с ней трудно согласиться, хотя она очень симпатична. И, кажется, прямо вот находит в себе прямое, прямое, кажется, подтверждение, когда мы смотрим на ребёнка. Ребёнок-то ангел, а взрослый? Помните один случай, который рассказывает, что один художник хотел написать Христа, младенца Христа, и долго искал, и, наконец, нашёл, и написал этот образ. Говорят, очень хороший, приятный, действительно ангелоподобный образ. Проходит лет 30, и тот же художник, тот же художник, должен был написать образ Иуды, злостный, ужасный, нужно было написать отвратительный образ. Долго искал, ездил по тюрьмам, по колониям, наконец, нашёл человека как раз наиболее подходящего. Я не знаю, достоверный случай, легенда, но есть легенда даже приятная. Это оказался именно тот самый мальчик. То с него пишет образ Христа, младенца, затем пишет с него образ предателя Иуды. неважно, я вам скажу, что это реальный пример или это хорошая легенда, главное, что здесь великолепно выражена мысль, что что-то по природе своей человек всё-таки не то, о чём говорит и первая точка зрения, что он только коварное животное существо, и вторая точка зрения, идеализирующая его и возводящая его на уровень ангельской чистоты. Есть ещё одна идея, которую рассматривает человека иначе. Она утверждает, что человек по природе своей не зол и не добр. Он, знаете, такое латинское изречение есть «табуля раза», чистая доска. вот он такой. И на нём уже социальная среда, то есть условия воспитания, образования, общения, она наносит на него вот эти письмена его свойств, как добрых, так и злых. я вам скажу так, что в этой точке зрения есть одно здравое зерно, что среда воспитания имеет огромнейшее значение. Это совершенно безспорно. Но эта точка зрения не выдерживает критики. С другой стороны, вы посмотрите, в одной семье до чего же разные могут быть люди по их нравственному даже духовному устроению и стремлению. В одной семье одни и те же дети воспитываются в одних условиях, у одних и тех же родителей, в одной и той же школе. И один, простите меня, просто выходит настоящей шпаной. Другой только смотрит, в какой только монастырь ему поступить. Представьте себе, здесь мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. Как понять это? Видимо, не табуля раза всё-таки человек. Совсем нет. Он, видимо, уже с чем-то рождается, с какими-то задатками, будем говорить так, тех свойств, которые впоследствии в соответствующей социальной среде приобретают то или иное развитие. посмотрите, он Бринчанин, например. Вы знаете, что в этом году 200 лет со дня его рождения и 140 лет со дня его кончины. Обратите внимание, в каких условиях он воспитывался в этой аристократической семье. Это суровая дисциплина, постоянное обучение, их несколько братьев и сестёр. затем он отдаётся, именно не поступает, отдаётся отцом в инженерное офицерское училище, где атмосфера, мы знаем, какая была, об этом и у него находим, находим Хомякова, который его фактически ровесник, всего на три года его постарше, тот же ровесник. Также мы знаем эту офицерскую среду, она фактически безбожная, эта среда. Это чисто языческое. И посмотрите, что происходит. Просто удивительное дело. Вопреки, кажется, всем внешним воздействиям, у него вдруг проявляется такое потрясающее стремление, стремление к осуществлению христианства в своей жизни, что просто все в полном недоумении были. Ведь у него же была карьера, как вы, наверное, знаете, вертикальная. не какая-нибудь там наклонная или высоко наклонная, а вертикальная. Потому что сам император и императрица к нему благоволили полностью, не знаю, как только это можно. Аристократ с блестящими способностями. Он же, когда поступал, то он обошел всех просто. Но все были потрясены его результатами. Он был первым среди всех. Блестящий талант. Во всех причем смыслах. это человек, знающий древние языки, не говорю о новых, там, латинский, греческий. Он же читал потом в подлинниках греческих отцов и латинских отцов. Не говорю там немецкий, французский, английский. Это само собой разумеется. Человек с поэтическими талантами, с литературным талантом. Он же, его же родственником был Ленин, это президент Академии художеств. Он же вместе общался с Гнедичем, Пушкиным, с целым рядом поэтов. Сам Пушкин отзывался о нем, как говорят современники, очень положительно, с похолой. Там декламировал и свои некоторые произведения. Вот человек, у которого все, блеск, вдруг нет и все. Причем вы подумайте, что значит нет. он попадает в опалу, императорскую опалу. От него отрекается отец. Отрекается? Вы подумайте только. Он остается без всяких средств к существованию. Этот аристократ, который привык к утонченному всего, ко всему, уходит на этот путь. что это табула раза? Что-то совсем не похоже. Когда кругом такая среда офицерская, аристократическая, что это такое? То есть это вот эти факты, а это факт совсем не единичный. Мы находим в истории немало именно таких фактов. Они свидетельствуют о том, что вот эта точка зрения, которая утверждает, что человек – это только чистая доска, на которой социальная среда там оставляет свои следы. Эта точка зрения не выдерживает никакой критики. Что-то не то. Не то она утверждает. Здесь какая-то глубокая ошибка. Она не отвечает на главнейший вопрос, связанный вот с этими фактами. Кстати, все прочие братья и сестры у него самые были обычные мирские люди. Нет, они были верующими, конечно. Раз в год обязательно причащались, как положено, вы не думаете. Все как положено было. Да. Вот так. я не знаю, стоит ли говорить, вы, наверное, вы, наверное, знаете, что античная, в частности, мысль, мысль, то есть, философов, тех же, ну, прежде всего, конечно, стоиков, античная мысль, греческая, римская, она как оценивала человека, как смотрела на него. Конечно, выразить каким-то одним словом это будет искажение, но если мы посмотрим на древнегреческую литературу, которая дошла до нас, то можем сказать, что преимущественный акцент в определении человека делался на его внешней стороне. Вы посмотрите, сколько там славы, прославления, силы, скорости, да, ловкости, если хотите, хитрости. Помните хитроумный Одиссей, помните быстроногий Ахиллес, помните это восхваление Геракла, который остался героем, героем Древней Греции. В общем, там вот такой какой-то внешний подход к человеку. Вот это внешнее предопределяло, не предопределяло, а определяло, да, определяло всю основную вот мысль античности во взгляде на человека. Внешнее. В этом смысле, если хотите, античная педагогика и античный взгляд на человека мало чем отличался вот от той первой точки зрения, когда человек рассматривается как своего рода ну, животное, ну, конечно, конечно, сознательное животное. Мало чем отличался. Конечно, нельзя сводить всю античную мысль к этому взгляду, еще раз говорю. Были мудрецы, причем мудрецы такие, что которые, мысли которых до сих пор представляют огромную ценность, которые смотрели иначе на человека, которые задумывались, которые правда так и не не нашли ответа, кто же такой человек. Единственное, что смогли они утверждать и дошли до этого, что человек все-таки состоит из души и тела, и что душа человека, она, эта душа пребывает или, по крайней мере, пребывала в логосе, этом высшем разуме какого-то абсолютного духа. Мы видим, что те же стойки учили о предсуществовании душ, говорили поэтому о некой красоте души и рассматривали тело как своего рода тюрьму, в которой душа не спадала за свои прегрешения. Но это были, представляете, чья это мысль? Это небольшой кучки, небольшого течения до греческих мыслителей, философов, которые и здесь, и здесь оказывались в тупике, поскольку не могла ответить на массу вопросов, проистекающих из этой точки зрения. А откуда всё начало бытия? А кто такой логос? Как это понять, что души пребывают в этом логосе или в душе мира? Это были утверждения, но здесь не было логического, если хотите, построения, построения учения о человеке. Вот, если хотите, вот те основные, может быть, направления человека или понимания человека, которые можно представить. Это далеко, конечно, не всё. Современный экзистенциализм говорит о некой заброшенности человека в этот мир. Опять вот эта фраза кажется такая, сильная. Кто забросил? Как забросил? Откуда он? Особенно, если вы возьмите экзистенциализм атеистический. Он чем страдает? Чем он поражён? Каким духом? Духом какого-то потрясающего отчаяния, какого-то пессимизма, какой-то беспроглядной тьмы, из которой человек не может выйти. Кстати, надо полагать, и я думаю, что это верно, что экзистенциализм явился ничем иным, как действительно философским выражением того состояния духа, в котором пребывает современный человек. Именно вот этот пессимизм, отсутствие радости, отсутствие смысла, кроме вот этого сиюминутного смысла, который душа и разум, помимо осознания и даже, понимают, как, что это бессмыслится. Что за ценность, если она у меня через миг отнимется? Какой смысл в этой жизни, если её окажется, не будет? Всё это восходит к атеизму, сами понимаете, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот перед лицом вот такой ситуации, перед лицом того, как сейчас представляется человек преимущественно западными средствами информации, то есть, если хотите, философской мысли, социальной мысли, так, западные, которые сейчас имеют полную свободу жизни и в нашей стране, точки зрения, которые по существу атеистично, безбожно, совершенно материалистично, не имеют никакого, никакой вертикали, никакого обращения к Богу. Я обращаю, друзья мои, ваше внимание на это. Учтите, мы сейчас живём в эпоху, когда всё понимание человека насквозь плоское. Вы слышите, плоское. Чем оно характеризуется? Развитием животного разума. Может быть, об этом будем ещё говорить, но я считаю сейчас необходимым упомянуть об этом. Чем характеризуется животный разум? Вот возьмите какого угодно зверька, ну, возьмите кошку домашнюю, пойдите в лес, отпустите её, посмотрите на её поведение, если вы могли. Тут же начинается исследование всё окружающей среды. Начинается бурная деятельность. Причём деятельность такая, очень целенаправленная, очень, если хотите, ну, разумная в определённом смысле. Деятельность какая? Приспособление к окружающей жизни. Вот этот животный разум по часу у человека бывает очень сильно развит. Знаете, и сейчас именно он более всего культивируется, потому что он даёт возможность человеку приобретать всё вот это, то, что нужно для Земли, и всё внимание обращено на это. Эта часть человеческого ума приобретает сейчас гипертрофированное развитие. Если хотите, все силы ума, которые должны бы быть направлены ещё и на другую сторону, все обращаются сюда. Если хотите, аккумулятор подключается только к этой части. И здесь, в этом плане, часто люди достигают очень больших успехов. Вот эти миллионеры, миллиардеры, смотрите, из ничего они стали богатейшими людьми. Причём, нельзя сказать, что вот они только мошенники. Ну, другой и мошенник, ничего сделать не может. Он бы мошенник, он бы с удовольствием с мошенничать, да ничего не получается. Нет, тут именно сильное развитие, если хотите, именно способности, именно, если хотите, таланты, вот, в плане животного разума, развития животного разума, его способностей. И, к сожалению, очень часто у таких людей полностью атрофируется развитие другого части человеческого разума. Вот того, о котором говорит религия. Я должен вам повторить, что животный разум плоскостен, горизонтален. религия же, которые обращаются к другому разуму, к другой части, если хотите, человеческого разума. Она говорит о существовании в человеке разума, направленного к поиску смысла жизни, смысла всей этой деятельности, всего этого накопительства, если хотите, смысла всех этих земных благ. Он не удовлетворяется, этот разум, скажет, что эти блага для того, чтобы быть просто благом и всё. А дальше что? Он спрашивает, что дальше? Какой смысл это я всё это оставлю? Я оставлю и все оставят. Какой смысл в этом? Так вот, вы знаете, вот сейчас человечество стоит, находится в той точке своего, своей жизни, я бы сказал, когда идёт особенно острая борьба вот этих двух направлений. Всегда этот животный разум приветствовался ветхим человеком. всегда он имел место, но всегда было и мощное противостояние христианства ему. Сейчас, я вам скажу, в России ещё есть противостояние. Вот мы с вами ещё говорим об этом. Мы с вами критикуем вот этот животный разум, который должен знать свою меру, должен быть подчинён другому разуму, ещё можем говорить. но я вам скажу, это уже явление, становящееся всё более редким. Более того, сама христианская мысль современная, вы слышите, христианская мысль, то есть та, которая называет себя христианской, не по истокам своим, не по содержанию своему, а по названию своему, сама христианская мысль сейчас всё больше и больше обмерщается. У Хомякова где-то есть очень такое интересное, блестящее высказывание, что нужно смотреть за тем, чтобы не получилось таким образом, когда не церковь будет воцерковлять мир, а мир будет обмерщать церковь. То есть, когда будет идти процесс не воцерковление мира, а напротив обмерщение церкви. Вот это сейчас, это, пожалуй, самое серьёзное, самое серьёзное, так сказать, мысль, самая серьёзная ситуация, перед которой мы все с вами стоим. Ещё раз вам говорю, идёт обмерщение христианского сознания, причём потрясающее обмерщение. Всё внимание обращается на внешность. И это обмерщение сознания, оно или обусловлено, с одной стороны обусловлено, с другой стороны и сама порождает прелестные направления в духовной жизни. Основной тезис современной вот этой тенденции животного разума – развлечение. То есть, хлеба и зрелищ, о чём очень хорошо сказали древние римляне, хлеба и зрелищ. На это направлено всё основное внимание. И, к сожалению, вы посмотрите, как церковные сознания, под церковным сознанием, я разумею, не подумать только православие. Я разумею, если хотите, прежде всего, это различные протестантские, католические, но и, и, и православные. Идёт постепенное всё больше сползание на обращение внимания на именно проблемы исключительно этой земной жизни. Всё подчиняется сейчас решению проблем этой жизни. Духовная жизнь становится придатком каким-то, придатком для тех, ну, кто, если хочет. Вот так. Если это кому-то интересно, ну, пожалуйста. Но основная деятельность должна быть на что направлена? На решение социальных проблем. Вы слышите? Вот основная тенденция современного христианства. Друзья мои, это нужно это просто знать. Нужно знать. Если у нас есть, хотя ещё какие-то слабые ростки веры, мы должны внутри себя противостоять этому. И в своей деятельности должны понимать, что нужно делать. Обмерщение церкви – это самое страшное, что может быть. И это страшное предсказано, когда придёт Сын Человеческий, найдёт ли веру на земле. Вы слышите, какие вещи? Речь-то идёт о какой вере? Ясно, какой. Не просто вообще веры. Вера всегда будет, а вера истинная. Вера, которая понимает, что смысл нашей жизни не в этой жизни, что мы не имеем где пребывающего града, грядущего взыскуем. Эта жизнь является только подготовкой, и мы её всю должны проводить в ключе подготовки к вечности. Вот какова основная христианская мысль. Обмерщение христианства – это самое страшное, что может быть, потому что христианство – есть соль, а если она перестанет быть солёной, вы помните, её выбрасывают вон. христианство предлагает совершенно иной взгляд на человека, отличающийся принципиально от перечисленных точек зрения. Если хотите, христианство утверждает почти, можно сказать, нечто беспрецедентное. Хотя мы, кажется, в Библии уже находим учение о том, что Бог создал человека по образу своему, а в пятой главе бытия даже сказано по образу и подобию своему создал. Ну, это уже не важно. Важна нам сама мысль, что хотя в Библии уже мы находим это учение о богообразности человека, тем не менее, я бы сказал, учение об этом было раскрыто только с возникновением христианства в христианскую эпоху святоотеческой мыслью. Не было этого раскрытия. Оно было в каком-то тумане, я бы сказал. Ветхий Завет в этом отношении действительно был только тенью будущих благ, а не самим образом вещей. Тенью. Христианская мысль, христианское откровение, прежде всего, откровение Господа Иисуса Христа, откровение, которое мы находим в новозаветных книгах, здесь только нам показывает, кто такой человек по своей природе, по существу. И здесь немало, я скажу, вопросов, и лучше сказать, немало сторон, которые необходимо осветить нам. Человек, образ Божий, что это значит? Что это значит? Он сейчас находится в таком состоянии. Как это понять? Что такое грехопадение человека? С чем оно связано? Как его объяснить? Разве Бог не знал? Знал. Как понять это? Какова природа зла? Что оно есть? каково учение о душе и теле человека? Каков христианский взгляд на это? Что они из себя представляют? Каково должно быть отношение человека к тому и к другому? Как смотрит христианство на социальную жизнь, в частности, на семью, на брак? Что это значит? Как относиться к этому? Вы сейчас найдете книжки, по-моему, некого иеромонаха Трифона, кажется, я точно не помню, где он говорит, наступило последнее время, и все те, кто хочет быть христианином и спастись, должен, должен, три, по-моему, вещи он предлагает, три. Первое, круглогодичные пост нести, второе, безбрачие полные, а если уже в браке, то нужно расторгать фактически брак. Что-то я забыл еще что-то третье, вы не помните, никто, да? Вот такие вот, такие вот вещи он, значит, предлагает сейчас совершенно дикие, и все это под, кажется, под христианским флагом. Вот в чем дело. От лица таких людей, которые называют себя монахами, иереями, совершенно дикие вещи. Так вот, христианство, если пока скажу кратко только, христианство говорит о человеке как образе Бога, самого Бога. Но оно говорит о том, что этот, этот образ Божий, это царственное достоинство человека оказалось, оказалось поверженным. Причем поверженными какими-то, какими-то силами, знаете, потусторонними силами зла. Христианство отрицает дуализм. Оно говорит, что исток этого свержения человека произошел в нем самом, самом человеке. Христианство предлагает очень интересное, я бы сказал, глубокое, глубочайшее объяснение первого греха. И я думаю, что о нем, о нем надо обязательно будет с вами поговорить. Что произошло? Что означают эти картинки, когда змея вокруг дерева, так сказать, Ева срывает плод? Что это означает? Что это за такое явление? Что за метафора? Что за притча? Что, о чем тут идет речь? Это очень же важно понять. И не менее важно понять вопрос, например, вечного существования человека, если хотите. Если Бог есть любовь, человек создан для блага, как понять тогда учение о вечных муках? Как понять? Вот это, пожалуй, одна из самых серьезнейших проблем, проблем, которые называют проблемы, важнейшей проблемой теодицеи, то есть теодицеи, то есть защиты, оправдания Бога или оправдания христианского учения о Боге, если хотите. Да. Эта проблема также является очень важной и проблемой, с которой вы будете сталкиваться постоянно. Особенно, если вы будете разговаривать все-таки с людьми, ну, с интеллигенцией, с людьми мыслящими, это будет один из вопросов, на который вас попросят дать ответ. Бог, любовь и вечные муки. Вот. И вам... Поэтому об этом мы с вами, конечно, поговорим. Постараюсь представить вам разные точки зрения, но главное дать в конечном счете точки зрения, это ладно. Вы не будете читать курсы лекций человеку, который у вас вот три минуты разговора или пять минут. Вам надо дать в конечном счете ответ. И мы с вами об этом тоже поговорим. Одним словом, вы видите, сколько вопросов входит в христианскую антропологию о происхождении души, о как понять продолжение человеческого рода, что из себя представляет душа, как понимать свободу христианскую. все это входит прямо в антропологию. Ну, хорошо. Сегодня я хочу вам такую предложить небольшую тему, которая, может быть, особой ценности не представляет, особой значимости, но вопрос, который, к сожалению, не сходит со страниц даже церковной печати и вокруг которого ведутся подчас не только так, ну, дебаты простого, так сказать, научного, спокойного характера, а подчас просто ожесточенные, доходящие до анафематства. Речь идет о проблеме эволюции или креации, знаете, вот эти две точки зрения. Творение или развитие. Как возник человек? Чему? Как смотрит христианство на это? Причина вот этих дебатов, вы знаете, в чем заключается? Речь идет уже не просто об атеистической эволюции. Речь идет даже о той точке зрения, которая связана с признанием Бога и в то же время говорит о возможности эволюции. Как мы можем оценить это? Как к этому отнестись? Я думаю, что нам немножечко здесь надо познакомиться с этими вопросами, чтобы вы могли спрашивающим нас дать ответ. Ну, с чего начинается это творение человека в шестой день? Что это означает? По-разному это представляет себе. Даже святоотеческая мысль по-разному об этом говорит. По-разному. Дело в том, что все это творение остается для нас тайной. Мы не знаем, как это, что Бог творит человеку. Что это такое? Мы не можем мы знать, как Он творит. Что это значит? И было бы, конечно, лучше все склониться и сказать, да, Господь, Ты сотворил человека? Как? Ты знаешь, как? Мы, в конце концов, никогда мы не можем этого понять. Нет, вот, выложь да положь. Шестой день. Что значит? И начинается. Одни утверждают совершенно решительно, что речь идет о самых обычных наших днях. В 24-х часовых сутках. Вот так. Когда говорят, ну, как же, солнце и луна-то и звезды в четвертый день только сотворены же. Откуда сутки-то? А Бог знал, что такое сутки. И Он сотворил во времени. Именно в это время. Точно вот отчитал, как если бы были сутки. Ну, в общем, такой взгляд на творение. Именно взгляд полностью ассоциирующийся вот с нашей, так сказать, сейчас земной обычной жизнью. Другие утверждают, что под этими днями нужно разуметь какой-то длитный период. Какой мы не знаем. Но какой-то временной период. Потому что само даже слово, это еврейское Йом, оно переводится не только как день, но, может быть, переведено и имеет и другие значения. Там эпоха, например, какой-то период, неопределённый вообще период времени и так далее. Также другие утверждают, что под днями не стоит разуметь вот эти прямые наши сутки. А надо иметь просто какой-то период времени. Некоторые считают, что речь идёт вообще тут не о временных категориях. Совсем. Что никакого отношения ко времени творение не имеет. А речь идёт просто о неких ступенях, не связанных со временем. Каких-то ступенях творения. А употребление вот этого понятия день носит просто условный характер. Для того, чтобы обозначить каким-то образом эту постепенность. и больше ничего. Вот. Ну, что можно сказать по этому вопросу? Первое, на что хотелось бы обратить внимание, что атеистическая точка зрения, атеистический эволюционизм, предполагающий, что произошло саморазвитие этого мира, саморазвитие материи, становление мира, возникновение жизни и, наконец, происхождение человека, вот этот атеистический эволюционизм, вы знаете, самое любопытное, не имеет под собой научных оснований. Это очень интересно и просто, это поразительно. это очень захватывающая идея, идея, что все постепенно развивается. Но как только мы соприкасаемся с наукой, мы сразу становимся в тупик. Нет подтверждения этому. Это чрезвычайно, я вам скажу, любопытное явление. Ведь до сих пор, если хотите, антропология атеистическая говорит лишь о приблизительном времени возникновения человека. Ну, вот, кажется, последние, кажется, данные, 40-50 тысяч лет существует примерно человек. Примерно так. Некоторые меньше называют даже. Но как он возник? Кто явился его биологическим предком? Я говорю еще раз об атеистической эволюции. Кто явился до сих пор? Это остается неразрешим вопросом. Несмотря, кажется, на многие открытия, многие вспышки восторга очень скоро они, оказывается, угасают. Ни одна пока не дает из них, из этих точек зрения, разрешение этого вопроса. Я говорю об этом с тем, чтобы вам буквально представить по пунктам некоторые основные положения, которые свидетельствуют о несостоятельности атеистической теории эволюции. Я вам просто их перечислю. И я думаю, что это неплохо так их немножко знать. Первое, на что нужно обратить внимание, и бесспорное, науке неизвестно, наука не знает закона о превращении неживой материи в живую. Нет такого закона. материи, атомы, молекулы не могли организоваться в живую. Нет никаких прецедентов, не дают нам ничего, не дают ничего ископаемые останки в этом отношении. Нет сейчас на лицо ни одного не только факта, но даже чем-нибудь похожего на то, чтобы неживая материя могла организоваться в живую клетку. Вот один из известных, например, канадский профессор Рьюс, сам агностик, говоря об идее так называемого естественного возникновения человеческого разума путем эволюции, писал следующее. Однако и об этом можно заявить твердо, сам он биолог, и об этом можно заявить твердо, биологическая теория и экспериментальная практика решительно свидетельствуют против этого. Решительно свидетельствуют. В современной теоретической биологии нет ничего такого, что позволяло бы допустить неотвратимую неизбежность возникновения разума. Он говорит о разуме, как о том, что делает человека человеком. Решительно совершенно заявляет. И он просто не единственный, я просто его привожу в вопрос одной из высказываний. Нет никаких оснований научных, вы знаете, это же учтите, никаких научных оснований, чтобы говорить, что вот человеческий разум, вот видите, как он мог произойти, вот вам схема уже известная, оправданная жизнью, нет. Вот он возник и всё. Как? Никто ничего не может сказать. Вы знаете, когда Дарвин создал свою теорию эволюции, то он получил письмо от своего друга, который, в общем-то, во многом разделял его взгляды. Фамилия его Уоллес. В письме был такой вопрос к Дарвину, очень краткий. Зачем обезьяне ум философа? Вопрос был краткий. Вы понимаете, что стоит за этим? Ведь основная идея Дарвина была какая? Что эволюция обусловлена всё большей приспособляемостью этого вида к окружающей среде. Таким образом, вид приобретал новые свойства и становился новым видом. То есть, оказывается, более низшие виды менее приспособлены, высшие виды более приспособлены вот к окружающей жизни. Уолли задал ему вопрос, а зачем обезьяне ум философа? То есть, что философия даёт? Что философия даёт? Какую большую приспособляемость даёт? На самом деле, не большую, а отнимает эту приспособляемость. Если мы посмотрим на этих философов, на многих, то мы скажем, Господи, над ними только смеяться можно. Самые неприспособленные к жизни люди. Самые неприспособленные это учёные, философы. Недаром же прям анекдоты рассказываю. Ну вот, рассказываю, в университете там философ приходит на курс вот так, у него один ботинок чёрный, другой рыжий. Ему говорят, Леонид Петрович, ну посмотрите, он, ой, извините, пожалуйста, он живёт в университете. После перерыва приходит, наоборот, ботинки. Вы знаете, я пришёл, а там тоже разные ботинки. Конечно, это анекдот, я так всё-таки думаю. Или о другом рассказываю. Стоит на остановке, подходит автобус. Ну, значит, выхватывает что-то из кармана, мел начинает писать на автобусе формулу. Автобус двигается, он бежит. Автобус быстрее, он бегом. Ну, как же, ему же надо успеть написать формулу. Ну, в общем, анекдотов по этому поводу, конечно, очень много. Но вопрос уволиться совершенно справедлив. Обезьяна абсолютно приспособлена к окружающей жизни. Ум философа ей ничего не даёт. Ничего не даст. Я сказал обезьяна. На самом деле, какой бы вид мы ни взяли, сейчас, вид животного, растения, что поражает больше всего? Сто процентная приспособленность его к окружающей жизни. Сто процентная. Не требующая никаких усовершенствований. Никаких. Второй пункт, на который стоит обратить внимание. Речь всё-таки идёт о случайном каком-то сцеплении атома, молекул, который, в конечном счёте, образует живую клетку. Насчёт этого скажу вам. Вероятность возникновения жизни из случайного сцепления молекул невероятна. Просто невероятна. Один из... Я вот цитирую американского учёного, поскольку я ссылаюсь тут на книги, на книги, изданные, в частности, там, по словам учёного Кастлера. Он говорит, что вероятность возникновения жизни неслучайного сцепления молекул равна по некоторым расчётам 10 в минус 255 степени. Это единица, делённая на единицу и затем 255 нулей. То есть нулевая. Из чего вытекает фактическая невозможность появления жизни? Валита, он пишет, предположение о том, что живая структура могла бы возникнуть в одном акте вследствие случайного соединения молекул, следует отвергнуть. Известный американский биолог Бен Хобринг приводит такое сравнение. Вероятность того, что клетка, живая клетка, возникнет самопроизвольно, по меньшей мере, вы слышите, по меньшей мере, равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Даже если бы он сказал, что какая-то лучшая машинистка в мире 400 раз напечатает текст Библии без единой ошибки, и это было бы невероятно. А тут какая-нибудь обезьяна. Вот какова вероятность. То есть, она просто невероятна. Вы знаете, просто приходится удивляться вот на этих сторонников эволюции. Вы же знаете, что это невероятно. Абсолютно. Нет, утверждаю. Главный тезис теории эволюции – возникновение одного вида из другого. Не имеет под собой просто оснований. нигде не находится переходных этих видов. По крайней мере, когда мы говорим о высших животных, там в каких-нибудь, знаете, или бактериях, там, Господи, там и не поймешь, кто они и что они есть. Так, когда мы касаемся высших животных, нигде нет никаких переходных форм. Нигде. Усиленные поиски и надежды, в том числе, самого Дарвина на том, что переходные формы будут обязательно найдены, так, окончились полным провалом. Нигде не находят этих переходных форм. Особенно, что для нас важнее всего, переходных форм, которые бы свидетельствовали о возникновении человека. Для нас это самое важное. Для нас, в конце концов, совсем не важно, была там эволюция или нет. Как кошка превратилась в собаку. Даже если это было. Для нас это не важно. Нет никаких переходных форм между человеком и животными. Вот что. Причём, этих археологических исследований уже проводилось огромное множество. Нашли одну форму, так называемый пилтдаунский человек в 20 веке. Нашли её. Через 35 лет раскрыли. Это или злая шутка была над эволюционистами, или прямой подлог. Выбирайте сами. Оказалось, оказалось, череп человека и челюсть обезьяны. Ну, понимаете, что сделали? Очень ловко, причём подточено было с тем, чтобы это прям как раз они хорошо примыкали друг к другу. То есть была сознательная сделана сознательная акция. До сих пор, только я говорю, неясно одно, что это была действительно шутка над эволюционистами, да, или это действительно был подлог, с помощью которого пытались доказать, что нашли эту переходную форму между обезьяной и человеком. Наш известный профессор Зиньковский по этому поводу писал, по поводу возникновения одного вида из другого. Не менее важно крушение идеи непрерывности, идеи непрерывности в биологии, в проблеме развития одних видов животных из других. Сначала, после работ Дарвина, идея непрерывности имела огромный успех, но более внимательное изучение фактов показало, что построить генеалогическое древо в развитии видов животных одних из других невозможно. Целая группа видов оказывается никак не связаны друг с другом. И действительно, то, что казалось подчас, вот отсюда, более внимательное изучение показало, нет, независимо. И так до сих пор, это поразительная вещь, вообще я вам скажу, виды существуют самостоятельно. Попытки даже подчас их как-то смешения, там, путем скрещивания, оказывается, приводят к ненормальным результатам. Эти виды не дают потомства. Виды обязательно остаются видами. ну и действительно, надо сказать еще в одном моменте, что само понятие жизни до настоящего времени не поддается научному анализу. Очень надеялись, что жизнь можно отождествить с каким-то набором правильным, количественной, качественной, набором молекул. Там аминокислоты и других вещей, что стоит только вот найти и соединить все эти молекулы надлежащим образом, и это соединение даст жизнь. Все разваливается. что жизнь это не определенное сцепление молекул уже теперь является несомненным научным фактом. Тогда возникает вопрос, а что же тогда жизнь? Что тогда она есть? На этот вопрос не могут ответить. Это что-то такое таинственное, выходящее за границы чистой биологии. Вот что любопытно. Загадка того, что есть жизнь, приобретает уже вообще неразрешимый характер, когда мы говорим о самосознании человека, о личности человека. Здесь все. Здесь точка, мертво, пропасть, и наука ничего не может сказать. Совершенно. вот ну и некоторые обращают также внимание на еще один момент. Вот для современной биологии, например, остается неразрешимым факт эстетической организации материи, вот, живой материи, эстетической закономерности поражает вот эта вот красота всех форм живой материи. Кстати, то, что совсем бы и не требовалось для нормального функционирования организма. Там нашли очень много интересных закономерностей, там какая-то закономерность золотого сечения, например, которые присутствуют незыблемо в живой материи, в живых видах, в живом организме, но которые и совсем не требуются для того, чтобы этот организм нормально функционировал. Это прямо загадка. Ничего не могут понять. Что это такое? Почему это? С христианской точки зрения это вполне понятно. Бог есть первичная красота. Всё творение есть ничто иное, как осуществление его энергии. И сказал Бог да будет. Что такое и сказал Бог? Вот его энергии, его действия. Это осуществление его энергии. С христианской точки непонятно. Если Бог есть красота, то, соответственно, все его действия, все его действия должны представлять из себя совершенство этой красоты. И мы это во всём наблюдаем. С точки зрения простой биологии, это совершенно непонятное явление. Григорий Палама писал «Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира». Хорошо сказано. Отец Георгий Флоровский писал «Весь мир есть откровение с большой буквы. Некая книга неписанного откровения». Или, в другом сравнении, «Весь мир есть одеяние слова». С большой буквы слова, да. Так вот, теория эволюции при таком достаточно, я бы сказал, даже простом анализе научной ее обоснованности показывает ее несостоятельность. Что отсюда следует? Можем мы говорить только о креационном происхождении мира и человека? Или нет? Значит, это, что Бог создал все виды, в том числе человек, вот так, как они вот прям вот так есть. Вот так сказал, и тут же блоха запрыгала, медведь повалился в берлогу, да, обезьяна полезла там туда-то и так далее. Вот весь вопрос в этом. Действительно, прям сотворил имя так все виды, как они есть? Или нет? Или, возможно, было какое-то развитие? Вот это вопрос, который для богословия уже имеет значение. Атеистическая эволюционизм, конечно, это мы просто бессмыслиться и все, мы его не принимаем. А вот в этом плане как быть? Я вам скажу, что действительно в богословии у святых отцов мы находим две точки зрения, прям параллельно идущие по этому вопросу. Одна из них исходит из буквального понимания библейских слов «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Считаю, что человек и по телу, и по душе, если хотите, был создан из праха земного. Другая точка зрения, опираясь на тот же прах земли, оставляет место для эволюционного понимания, согласно которому тело человека, тело человека представляет из себя результат эволюционного развития предшествующих форм. Тело человека, не душа, а тело человека. Это очень важно. Я вам приведу несколько высказаний святых отцов, чтобы вы увидели, что именно таковая мысль существует в святоотеческом богословии. Святитель Григорий Низский писал, «Природа каким-то путем последовательно восходила к совершенству, ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном человеке». Человека называют словесным животным. Словесным, то есть разумным. «Ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном человеке». Это обустроение человека, его работа. «С первого», он же пишет, «с первого творческого импульса все вещи существовали в своей заданности как бы некой, некоторой оплодотворяющей силой, внедрённой в мироздание для рождения всех вещей, но ни одна не имела ещё отдельного и действительного бытия». Видите, какую интересную вещь он пишет? Что первый творческий импульс в чём составил? Что задано были, заданы были, так сказать, идеи, что ли, заданы были существования всех вещей, хотя ещё ни одна из них не имела бытия, но уже было всё задано. У Блаженного Августина находим следующую мысль. «Я думаю, что Бог вначале сотворил сразу все существа одних, действительно, других, в их первоосновах. Подобно тому, как в зерне невидимо содержится всё, что должно со временем развиваться в дереве. Так следует нам представлять себе, что и мир в момент, когда Бог одновременно сотворил все вещи, содержал в себе все вещи, которые земля произвела, как возможности и как причины, прежде, чем они развились со времени такими, какими их знаем мы». Вот, видите, как он говорит. Значит, идея какая? Что одних в действительности сразу сотворил, других только в их первоосновах. И затем они, как зерно, как дерево из зерна, развивались и доходили до того состояния, которое мы видим. А в беседе преподобного Серафима с Мотовиловым мы находим интересную вещь. «Господь не одну плоть Адамову создал от земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий. Но до этого мгновения, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным». Это же прям сильнейшее такое утверждение. До этого, до того, как Бог вдунул в него дыхание жизни. Святитель Феофан Затворник писал, «Было животное в образе человека, с душой животного. Потом Бог вдунул в него дух свой, и из животного стал человек». Представляете? Это вот некоторые высказания, я вам скажу, их не так много, святотеческих высказаний, которые говорят о постепенном развитии видов, о том, что само тело человека или человек был до этого животным. Их немного. Основная святотеческая мысль говорит о том, что Бог сотворил, сотворил, не объясняя того, как. Сотворил и всё. Можно сделать, какой вывод, друзья мои, не имеет абсолютно никакого значения для богословия, для антропологии в частности, как Бог творил человек сразу или какие-то были предшествующие формы его телесного развития. Скажите, какое имеет это значение.